Я хотела сказать... Мама, ты села у меня на голову, что я тушил ты тут. А мы же с Юной не боимся, потому что мы покемоны. Ну вот так всегда, так с детьми. Это мой покемон всегда. Как относится к моим собачкам любимым? По-другому ты не понимаешь. Хай, ребята, вы на канале Magic Family. И меня зовут Аня, и со мной мои собачки. Софиша и Эйвен, брат и сестра, и Миша и щеночек Юми. На моем канале очень много питомцев. Хомячки, муравьи, птички и другие животные. Поэтому... Подпишись на канал и нажимай колокольчик, чтобы первым смотреть наши ролики. Ведь как только ролик выходит на канале, Аня отвечает на вопросы в комментариях. Так что не опаздывай. Вы уже давно просили снять видео в стиле вопрос-ответ. И я подумала, что мы снимем 50 фактов о моих собаках. А заодно на свой канал, Энни Мэджик, я сниму 50 фактов обо мне. Ну что ж, давайте начинать. Самые популярные вопросы на нашем канале про дни рождения и возраст моих собачек. Я не буду говорить возраст, потому что кто-то может посмотреть это видео гораздо позже. Но я скажу, когда у всех дни рождения. Наш Ивасик родился 6 апреля 2011 года. А Софи родилась 6 ноября 2011. Наша малышка-щеночек Юми родилась прямо перед Новым годом, 27 декабря 2016 года. Она еще совсем маленькая. А Мишенька, наша красавица, наш маленький инопланетянин, родилась 15 января 2015 года. Любимая игра Ивасика, это мячики. Я думаю, те, кто смотрит наш канал, уже давно об этом знают. А Софишкина любимая игра, это пищалки. Софи очень любит игрушки с пищалками. Наша Мишенька пока только учится играть. Я никак не могу приучить ее к игрушкам. Но я уже явно поняла, что она любит твердые и вытянутые игрушки. И по большей части она любит их грызть. А наша малявка Юми любит играть в любые игрушки. И самое главное, это затащить игрушку в штабик. Да, Юли? Да, в штабик. В штабик. Да? Да. В штабик. Да. Вы очень часто задаете вопросы по поводу общения собак между собой. Эйван, Миша, Софи и Юми все живут дружно. Особых конфликтов каких-то серьезных у нас нет. Все друг друга любят. Но я заметила некоторое разделение. Например, Миша и Эйван очень похожи по характерам. И поэтому они больше общаются между собой. А вот Софи и Юми тоже очень похожи. Обе активные собачки. И поэтому они, наверное, сдружились тоже. Но очень сильного разделения я не заметила. Все общаются все вместе. Эйван намного более ленивый, чем Софи. А Мишенька наша очень медлительная. Но я стараюсь принимать ее такой, какая она есть. Конечно же, мы занимаемся в силу возможностей. Но иногда мы не в силах изменить характер собаки. Особенно если он уже сложился. После ваших комментариев Миша получила прозвище в нашей семье. Инопланетянин. Я хотела сказать... Мама, ты села мне на голову, и ты все в тебе тут. Ты же сама туда залезла. Может быть, и правда я села... Ты бы хоть подвела. А ну ли что я бы выжила. Ты сама туда залезла? А вдруг все-таки я села на ребенка. Я вот оференная. Я же тебя все равно люблю. Не садись мне больше на голову тогда. Кстати, Миша очень любит ласку, гладильки, и даже иногда сама подходит и просит ее погладить. Раньше такого не было. Видимо, она научилась у Софии Эйвана. Если вы смотрели другие наши ролики, то вы знаете, что наш покемон Юмичу, как вы ее прозвали, очень-очень активная собачка. Поэтому я стараюсь перед тем, как начать снимать теперь, потратить достаточное количество времени, чтобы с ней поиграть. Иначе она будет беситься и ни в какой не будет сидеть в этой лежанке. Мам, не забудь рассказать, как мы сейчас пеем. Обязательно скажу. София и Миша любят спать в ногах. У меня, если честно, есть такое подозрение, что это связано с длиной их шерсти. Они длинношерстные, и им жарковато спать вместе со мной. А вот Эйвана даже наши американские друзья в Таиланде назвали собакой липучка. Потому что Эйван, как только ложишься в кровать, сразу шмыгает подмышку и спит только подмышкой. Очень уж он любит спать прямо рядом со мной. Иногда мои собаки тоже спят отдельно от меня, но чаще всего спят со мной. А вот Юми Чу еще не спит в кровати с нами, потому что она еще очень маленькая. И она не умеет залазить на кровать. И кроме того, если ее посадить на кровать, она может спрыгнуть и сломать себе лапку. Поэтому сейчас пока она спит отдельно у себя в лежаночке. Очень популярный вопрос, терялись ли когда-нибудь мои собаки, София, Эйван, Миша или Юми. Ну, конечно же, Юми и Миша не терялись. Миша потерялась только один раз, и то в наше видео «Тайная жизнь». А Эйван и София никогда не терялись и не убегали от меня. А я убегу, я убегу от вас всех, потому что я супер-покемон Юмичу. Мама, расскажи, ей чего боится Мишка? Эйван боится. А мы же с Юмой не боимся, потому что мы покемоны. Все скажу, девочки. Чего боятся мои собачки? Миша, например, боится резких движений и громких звуков. А Эйван начинает побаиваться немножко, когда кто-нибудь рядом, например, очень громко разговаривает, грубо или даже кричит. А вот Софиша у нас собака бесстрашная. Я не замечала никогда, чтобы Софи чего-то боялась. Ну а Юми, наш щеночек, по-моему, пока не понимает даже, что такое бояться. Все мои собаки нормально относятся к собакам других пород и размеров. Я пока не знаю, что с Юми. Она еще маленький щенок. И вы очень часто говорите, когда она поедет знакомиться со всеми остальными животными. Но она еще маленькая, и ей пока нельзя. Как только Юмичка подрастет, мы обязательно вам это покажем. По поводу болезней. И Васик наш никогда ничем не болел. Софиша болела один раз. И это было женское заболевание собачье под названием пиометра. И мы даже делали стерили... Фу. Мы даже делали операцию. И ее пришлось стерилизовать в тот момент, когда она заболела из-за этой болезни. У нас даже есть об этом видео. Если хотите, пойдите и посмотрите. Мишенька при мне пока ничем не болела. Единственное, мы ее лечили чисто профилактически, когда она у нас появилась от всяких паразитов. Ну, а Юми тоже ничем еще не успела заболеть. Она же такая маленькая. Все собаки, которые находятся сейчас здесь со мной, это собаки породы Чихуахуа. Но у Эйвена и Софи действительно нет хвостиков. И это считается брак по породе. И никто их им не отрезал. Они такими родились. Эйвена и Софи я не покупала. Мне их подарили мои близкие люди, которые, по сути, заменили мне семью, которой у меня не было раньше. Мишеньку нашу мы спасли от хозяев, которые ее хотели усыпить. А Юми я купила в питомнике целенаправленно. Мам, но ты же все равно нас любишь, даже несмотря на то, что у нас нет хвостиков. Мы же не отбросили, да, мам? Ничего страшного, что ты такая. Мама тебя любит даже без хвостов. Спасибо, мамочка, я тебя люблю. Кстати, случайные комментарии без лайков и ответов попадают в наши видео. Вот они и тут. А ребятами, которые помогают репостами нашим видео в группе ВК или на странице мамы ВКонтакте, мы гордимся. И случайным передаем приветы. В этот раз вот эти ребята. Спасибо вам. Говоря о характерах, Эйвен и Миша немножко трусливые и более ленивые, чем Софи и Юми. Эйвен у нас долго думает, а потом что-то делает. Юми и Софи быстро делают и вряд ли думают. По крайней мере, мне кажется, что Софи думает после того, как сделала. А Юми, наверное, вообще не думает. Миша у нас пока что долго думает и в конце концов вообще не делает. Софи стерилизована, а Эйвен кастрирован. Это значит, что они не могут иметь деток. Это было сделано ради их здоровья. Как я уже сказала раньше, Софиша заболела и ей пришлось сделать эту операцию. А Эйвена я кастрировала, потому что у него был стресс психологический. Он все время думал только об одном. Но так как ему нельзя дружить с девочками и рожать детей, потому что он брак по породе, мне пришлось его кастрировать, чтобы он не мучился так сильно. Ведь мне реально было его жалко. Он думал только об этом, бедняга. А Юми и Мишенька у нас не стерилизованы. Планирую ли я это сделать, я пока еще не знаю, честно. Эйвен и Софи не могут друг без друга, потому что они практически выросли вместе. Они как родные брат с сестрой, которые никуда друг без друга. Да, это правда, да. Да, Софиша, я знаю, что вы такие неразделимые. Они как Инь и Янь, противоположные, абсолютно разные по характеру и неразделимые вообще. Софи у нас любит сниматься, а Эйвен снимается по настроению. А вот Миша и Юми, я думаю, пока даже не знают, что такое съемки. Точнее, они не совсем понимают, что происходит. Наша Софи любит мягкие лакомства с сильным запахом. А Эйвен, в отличие от нее, любит наоборот твердые лакомства. Наша Миша знает пока что только два вида лакомств. И оба их, по-моему, любит. Софи обожает огурцы, и все, конечно же, очень любят сыр. Но огурцами я даже дрессировала Софии, и они были для нее как настоящие вкусняшки. А вот Эйвен любит морковку. И если я что-то готовлю, и у меня есть морковка, я обязательно даю ему кусочек. И он его внесет куда-нибудь и начинает его там грызть. А Мишенька наша очень любит проверять чужие миски во время того, когда все кушают. Например, мы расставили миски, и все едят. И Миша до того, как съест свое, обязательно сходит и посмотрит, у кого сколько. И кому сколько положили. Не положили ли ей меньше? Юмичка наша пока не кушает никаких лакомств, поэтому мы не знаем. Я люблю, 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 я могу сразу сказать, все, пожалуйста. Да, я знаю. Но тебе еще пока нельзя. А почему? Ну вот так всегда, так с детьми. Ну вот скажи, почему нельзя деткам лакомства давать? Потому что организм еще другой, и он только формируется. А зачем? Что она сказала вообще? Очень-очень сильно не любит одиночество. Я ее, конечно, отучаю издавать всякие лишние звуки, но иногда все-таки приходится ее закрыть одну, и в такие моменты Юми разговаривает, как морской котик. Она не гавкает, она издает такой звук, как морской котик или тюлень. Многие говорят, когда я это изображаю, у меня получается. Это примерно звучит вот так. Звук покемона. Да, вот так ты разговариваешь, малявка. Эйвен и София практически не гавкают. Я, если честно, даже не помню, когда в последний раз слышала, чтобы они гавкали, если это было не по команде. Причем команду «Голос» мы учили очень долго, и Эйвен и София и то даже сейчас не очень хорошо ее воспринимают. Как я сказала, Юми не гавкает и издает звуки морского котика. А вот Мишенька наша иногда гавкает, и делает она это только в том случае, если в коридоре она слышит, точнее, она идет в коридор и слышит, что в подъезде кто-то ходит или кто-нибудь проходит мимо двери, и она обязательно, обязательно издаст какой-нибудь тяп. Мы, конечно же, отлучаемся от этого. Почему? Потому что я считаю, что когда в доме есть хозяин, то есть человек находится в доме, собака не должна гавкать. Она не должна защищать дом тогда, когда вы находитесь внутри. Если она гавкает, когда вас нет, это уже другой вопрос. Еще очень-очень интересный момент, который до сих пор для меня остается самым загадочным, это то, что Эйвен обожает всякие тряпочки. У него есть такая фишка. Если вы уроните шарфик на пол, и он останется там лежать какое-то время, то Эйвен обязательно, обязательно придет к этому шарфику, укутается в него, будет ковырять его, как-нибудь копать его, обустраиваться, и в итоге сделает из него гнездо. Мы называем это плести гнездо. Эйвен плетет гнездо и ляжет в этот шарфик спать. А вот у Софи другая фишка. Она никогда не копается и не пытается раскопать что-то и укутаться куда-то, зато она обожает высокие поверхности. Да, Миша? Да. Она обожает залазить на какие-нибудь полки, на стулья. Конечно же, она не залазит на стол, где все кушают, потому что ей это запрещено. Она прекрасно это знает. Но если вы смотрели нашу прямую трансляцию, наш стрим, то вы видели, что Софи просто так залезла на полку и сидела там. Это вообще необъяснимо. Это может понять только сама Софи. Она просто любит наблюдать с высоты. Кстати, я тут пыталась по вашей просьбе посчитать команды, и так и не поняла, сколько команд знают Эйвен и Софи. Я думаю, где-то около 40 дрессировочных и жизненных команд. Может, даже больше. Потому что я не считаю, что нужно собаку дрессировать именно командами. Они знают все, что нужно нам для хорошей совместной жизни. Ну и, конечно, какие-то маленькие цирковые штучки, которые совершенно необязательны для собаки. По поводу Миши, дрессировка – это очень-очень сложный процесс. Во-первых, потому что Миша сама по себе по характеру очень медлительная. Она медленно соображает. Во-вторых, похвала в виде лакомства гладили, как я это называю, работают. Но я, если честно, впервые в жизни столкнулась с тем, что мне очень сложно научить Мишу каким-нибудь командам. Мы сейчас потихоньку пытаемся приучиться к самым простым и банальным вещам из серии «Сидеть» и «Дай лапу». Но даже это у нас пока идет с трудом. А вот Юмичка наша на первой стадии дрессировки и воспитания. Поэтому сейчас она не то чтобы даже дрессируется, а учит самые простые вещи. Юмка устала уже. Я тебя все-таки заиграла перед съемками, да? Аня победила в этот раз, да, Юмяш? Имя, место, нельзя. И вот такие вот простые какие-то вещи, которые станут базой для последующего развития. Я котик и хочу спать. Нет, я покемон. Покемоны не спят. Все мои собачки, конечно же, говорящие. И не только собачки, но и другие животные. Их и мячки, и муравьи даже у нас пару раз разговаривали. И попугаи, и птички, и все-все-все. И озвучиваю их, конечно же, я. И еще один, скорее даже не факт, а ответ на ваш вопрос. Ой, ну кто такой спрашивает? Как относится к моим собачкам любимым? Я считаю вообще странный вопрос какой-то. Ну неужели вы думаете, что в нашей семье было бы столько животных, собак, и столько было бы в деревне животных и собак, если бы хоть кто-то, хоть один человек в семье ненавидел животных? Просто недавно я увидела именно такой комментарий. А есть ли кто-то в твоем окружении, близком, кто ненавидит животных? Ну, если честно, наверное, нет. Этот комментарий продолжился ответным комментарием, что, мол, в семье может быть так, что кто-то один очень сильно любит животных, а кто-то ненавидит. Такое бывает, наверное, в семьях, где нет животных. То есть кто-то один очень сильно хочет, а второй или другая часть семьи, папа, мама, бабушки, дедушки, тети, не любят животных, поэтому в этой семье их нет. Но когда в нашей пушистой большой семье столько животных, разве может быть такое, что кто-то их может ненавидеть? Я тебя тоже люблю, Софи, и тебя люблю. Сейчас я тебя зацелую. Нет, нельзя делать, нет, это нельзя делать, нет. Да ладно, все, я не буду больше. По-другому ты не понимаешь, что делать. А, я тебя зацелил, покемон, покемон. Это вообще просто пипец какой-то. Вот такими вот 50 фактами о моих собаках я поделилась с вами, дорогие наши любимые. А на вопросы, как появилась идея снимать собак? Сколько питомцев у меня всего, и каких животных еще я хочу? Какие животные у меня были в детстве, и на многие другие вопросы именно обо мне, а не о собачках? В моем видео 50 фактов обо мне на моем канале. Так что продолжение этого видео смотрите на канале Animagic, и не забывайте на него подписываться. Спасибо большое, мы вас любим. Скоро увидимся, ведь ролики выходят каждый день. Пока! Подписывайся на наши каналы, ставь лайки, и смотри еще ролики с нами.